Всё тело как одна нога отстеженная. В Америке, говорят, уже от СПИДа лечат, но нас от простого похмелья вылечить не могут. Целый час-то тут таблетку сосу, она всё не тает. Таблетка какая-то странная. С двумя дырочками. Всё только за границей не делают, а? Прошла. Голова чугунная. Всё утро вспоминал, как Крупскую звание. Ни одного приличного слова на ум не приходит. А в зеркале сегодня, как и ужас показывает. Неужели Нельсон Манделла под асфальт в каток попал, а? А если это я, каким местом я в зеркало смотрю? Ой. А начиналось вчера, как чинно, благородно, на банкете. Приятель диссертации защитил, новую науку придумал на стыке кибернетики и математики. Называется кибенематика. Профессор, лучше целебную водку изобрёл бы. Он по телевизору мужика показывали. Доктор защитил на очень важной для народного хозяйства тема о правильном потреблении алкоголя. Десять лет на себе эксперименты проводил. Пришёл к заключению, что лучше всего вводить алкоголь в организм при помощи клизмы. Да. Во-первых, сшибает быстрее. Во-вторых, закуски не требуется. В-третьих, перегаром изо рта не пахнет. Непонятно только, как в таком случае пить на бррррррршак с дамами. Вот, пожалуйста, на таких учёных-кожлок государство деньги тратило. Поэтому настоящие учёные давно за кордон уехали. «Ой, что ж потом было, после банкета? Куда я пошёл? Неужели к женщинам? Я как выпью, всегда к женщинам тянусь. А как дотянусь? Никак не могу понять, какого лешего у меня к них нужна? А... Что с меня возьмёшь в таком состоянии? Мне, главное, тут мой друг сказал, что у него очень удобная знакомая есть. Муж в командировке. Дочка у нас всё лет куда-то в деревне уехала. Младший внук в армии. Да, он там полковником сломан. Открывает она нам дверь. А-а-а-а! Ну, сразу видно, с тринадцатого года. Не-не-не, не с тысяча девятьсот. А-а-а-а! Просто с тринадцатого. А-а-а! До нашей эры. Ой! Я и не думал, что так бегать умею я. А что потом было? Вспоминаю. Лучше б не вспоминать. Культурный человек называется. Учёный, мочёный. У ларька из горла добавлял. Рядом ещё какой-то бомж пристроился. Вылитый раз Путин с бутылки. Я ему что-то рассказывал. Он подмигивает. Ух! Оказался светофор! Я дуракому всё анекдоты расскажу. Про пьянку. Вот этот, про пьянку. Мне очень нравится. Итальянец пишет в дневнике. Вчера весь день пил с русскими. Чуть не умер. Чё, не? Весь день с ним похмелялся. Лучше бы я вчера умер. Я не могу. О, слабаки, а? А как я до дома добрался? Вспоминаю. Какой бетонный забор перелезть хотел. А как расцвело, вижу бордюр на мостовой. Бедная моя мама Всю жизнь предупреждала Царствие Небесное. Пить не бросишь никогда, Большим человеком не станешь. Знала б она, Что наш самый большой человек. Уже ни одно озеро Байкал выпьет. Я его Понимаю. Его сейчас пожалеть надо. Ну так, между нами, по-честному. Как у нас, не пить. На всё трезвыми глазами посмотришь, Повесишься. Буханка хлеба стоит, Как при Брежневе ковёр. Колбаса, Как при Хрущёве самолёт. А на зарплату нынешнего депутата В те годы можно было запустить в космос Не только Белку, Стрелку, Гагарина, Терешкова, Николаева И других тоже. Но и юного, Ставропольского комбайнёра, Мишу Горбачёву. Причём так, чтобы он до сих пор там летал. В полной невесомости. При которой мысли об антилкогольном указе В голову не приходит. Надо же был додуматься у народа, Единственную радость отнять. Как на всё посмотришь, Мать твою! А как выпьешь, О, к маме надо зайти. Вроде голова меньше болит. Видать, таблетка помогла. Не надо, не надо расстраиваться. Вон у меня Сколько пустых бутылок. Растут в цене Не хуже доллара. Доллар иногда даже падал, А они росли. Тоже зелёными. Очень выгодный капитал вложений. Так что, Я богач! Ещё немножко Я совсем Богатым стану. Жизнь продолжается. Есть повод выпить, Господа! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!